друзья это спасибо шеф мы снимаем на таганке в москве кулинарной студии маруся горячо рекомендуют для проведения всевозможных корпоративов занятий по русской кухне не только имейте в виду сегодня буба белхид в гостях главный шеф-повар сети ресторанов сумасан это очень серьезное заведение я в бывал там в москве и конечно я всегда когда там бываю понимаю что готовить я не умею после посещения этих мест вот вы не так много видели здесь серьезных великих шефов он умеет готовить вот и сейчас в этом убедитесь спасибо что пришел потому что ты крут и за как ты оторвался от ресторана пригласили вообще-то приятного конечно находиться с вами слов вы сказали много мне конечно приятно это услышит ну ставишь с таким человеком как вы это очень для мне очень приятно это очень такое скажем знаменитый момент для меня с людьми которые понимаем можем заканчивать мы обменялись комплименты все до заговорились все увидимся завтра добрые слова другу вы сказали собственно расскажу что будет сегодня мы делаем пастея это марокканск марокканское вот блюдо который знаменитый в основном она делается когда есть праздник он куриный пирог но он сладкий он делается с миндальем из курицы и это вообще она придумывалась во время французов когда была колония то есть это было чтобы представить этот продукт к французской вот скажем натуре тому же мы все знаем мильфей мильфей но вот поэтому марокканцы придумали что-то близко к этому и она уже стала очень знаменитая очень любой дом любой праздник без этого не бывает можно так и сказать я очень рад что будет бастия потому что для меня это такой символ марокканской кухни да я я до сегодняшнего дня считал что я его умею готовить теперь я я уже уверен в том что я его не умею готовить потому что мне всегда очень хотелось конечно бастилию бастию посмотреть из рук настоящего шефа да именно относительно еды но кстати видите ребята там каких-то источниках пишут бастилия через л да ну таких вот произношениях букву л проглатывают да вообще не поэлья а поэйя да да не бастилия бастия поэтому мы можем из уважения все-таки говорить бастия куриный пирог с миндалем посмотрите внимательно потому что это шокирующий пирог представляете сладкий миндаль да в курином пироге ну вот кажется что это бред а это так вкусно что но я просто не могу передать я сегодня наконец-то научусь делать правильный пирог в основном вот начинаем с курицы то есть первая вещь который я хотел бы сказать и многие которые не знают и так как мы очищаем курицу мы снимаем кожу она вообще не будет нужно ну самое главное так чтобы слизистый с курицы снимается мы и обмываем солью и начинаем это слизистый снимать чтобы мясо было очень такая упругая и когда в основном вы знаете и наверно что соус когда это слизистый он уже становится слишком жидковать и он и и пресс не скажем да я фэри бывают фэри мою курицу очень хорошо кстати тоже можно снимать до или можно ее в уксусе на нас что живут но вы не принимаете во внимание серьезно ребята какой к черту фэри это когда помыли в основном то есть мароккою готовят целиком но мы сегодня будем упрощать этот процесс мы ее просто пополам чтобы но и в этом в марокко если более крупные курицы конечно да что в марокко какие вообще вот илья вот то есть самое настоящее она делается из гул вообще самого начала надо они из головы делали вход но это тоже ведь французское влияние потому что во французской еде же голуби вот поэтому да но так как голубы это очень дорогой скажем великатес для марокканцев поэтому большинство вот стали делать курицу потом они начали делать из морепродуктов с курицы остается сами знаменитые то есть у нас курица мы сюда лук шалот рыбчатый мелко добавляем на одну курицу я делает два с двух до трех шалотов то есть но ты не разрешаешь нашим зрителям использовать обычный лук знать можно почему бы нет это каждый своему просто который я знаю что шалов это очень дорогой сейчас продукт радуйтесь он разрешил все гуляем петрушка кинза большое количество то есть чтобы и сами вот то что вот почему вот многие говорят что вот марокканская то есть еда она очень сильно вот приправами это все мы все знаем когда вот когда-то то вот в руси что где холодильников не было и люди не знаю как хранит поэтому многие солили там или чё там делу делались этим а я кстати не думаю что я не считаю марокканскую кухню острая она пряная может быть да она более салаткой да соль имбирь черты то есть можно сказать одну чайную ложку добавлять или люди которые если не хотят много скажем этого приправить чтобы было можно и делать более-менее как им по вкусу тебе можно крутая штука которая называется шафран да это шафран очень дорого ребята ну пудра можно не я кстати купили вот на рынок за 35 рублей вот этот маленький пакетик до после чего стоит килограмм это такой автомобиль жигули да это сарь есть да за килограмм да ну вот это как или очень хочет попробовать вот настоящий вот я поэтому купил тоже настоящий шафран чтобы вот знать но морокко кстати хороший производить да очень шафрана да там растет это такая травка то ну национальная собственно конечно да и белый перец мы мы просто спутали перепутали вы путали не похожи будут на это это был то сначала был белый перец да вот масло растительное если ее делать с кожей то масло растительное лучше меньше что жирные да вот поэтому но мы это все я можно руками работать и конечно рука мы же если надо не ну я же не знаю как у я люблю вот руками работать поэтому главное чистить руки шефа она всегда всегда в почете да поэтому это маринование да и предварительно дамы но и можно вот долго не мариновать можно там полчаса там до часу но мы сегодня но на ночь тоже можно можно на ночь конечно найти в холодильник вообще легко да и добавляем вот корица одну не пудра именно именно вот кусочек маленький чтобы потом его убирать он просто дал вот это нам представляется необычным потому что мы рассматриваемся на корицу как яблоки яблочный пирог что-то еще вот мясо это традиция использовать корицу она характерна вот для марокко для мяса для курицы для греции например да для мусаки сара используют корицу да поэтому для ближнего востока но так то что я уже говорил что марокко очень сильно влияло на ней вот скажем до этого же турцию турки приехали вот они вот потому что марокко якобы сами настоящие жители это вот берберы но потом вот когда было вот колония вот сначала вот у тьма не вот вы были потом опять французы потом испанцы потому что марокко делится нет на три части северная середина южная и каждый каждый стран ну каждый часть имеет свой именно подход к приготовлению то есть вы можете сегодня быть в любой я думаю то же самое в москве в россии каждый готовит суп по-своему ну конечно поэтому это я добавлю где-то стакан воды то есть в принципе вот у нас курица стоит здесь я не знаю крышку куда мы идем вот ребята я вам напомню что мы готовим сейчас но не я готовлю мастер готовит между марокканский пирог бастия с курицы поэтому сейчас мы поготавливаем курицу для того чтобы она стала начинкой да но самое крутое будет тесто потому что я всегда считал что тесто для бастии надо покупать там например филой да да еще до мастер мне говорит ты нихрена не знаешь можно сделать самому а я всегда говорю что его нельзя сделать самому ну то что называется век живый век учись тесто для пирога для бастии ребята я просто скажу конечно оно должно быть крайне тонким да я правильно беру да я именно поэтому я всегда ребят купите фило тесто в магазине и используете но вот сейчас вы посмотрите как можно интересно сделать тончайшее тесто с помощью только своих рук и мастерства хотя здесь ни на каких особых умений не надо да мука и вода больше ничего главное чтобы она не была слишком жидкая чтобы можно ее размазать обычно раньше делали женщины на они ну было было специально такая глинная вот нагревающаяся какая-то там с углями внутри и и женщины да но они готовы ли сверху потому что даже без крышки короче нет это именно вот как такой вот я не знаю как по-русски говорят вот полукруг ну так как как вот ваза такая большая скажем то есть они юри же днище вверх остается переворачивает внутри угли 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 и и не не угли а это как его дерево вот из этих которые из дерева будут берут жгут чтобы был еще запах и они сверху вот на этой части верхняя они ума да 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 технология есть у многих народов вот тонкие лепешки пекутся на выпуклых поверхность все верно вот потом уже когда уже со временем появились вот эти скороварки вот это все стали переворачивать скороварку на толстые дно и они работают над этим но потом он когда я хотел в россии делать первый раз скороварка не было ничего не было надо было что-то делать и вот я пришел такой вот скажем способ более-менее эти большая кастрюля в ней сейчас налита вода посмотрите ребята да она сейчас у нас закипит она уже где-то на грани закипания и над над водой стоит получается такая паровая баня пахнет хорошо шалот так хорошо дает да ну все я все чувствую я мог что-то упустить конечно если бы не знал ну как начинает кипит надо уменьшить вот огонь чтобы она тушилась да вот она или так тушится томится да немножко наполовину паром наполовину контактно ну вот чтобы знать консенсии который нужно то есть берется вот палец если она должна оставаться у нас чуть-чуть она жидко надо чуть-чуть добавлять муки чтобы она не скапывала да 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 чтобы было легче и я вам скажу ребята очень важно какой палец опускать конечно я по соображениям гигиены питания не могу вам показать как всего работает для проверки консистенция теста вы сами там поэкспериментируйте но вы поймете что именно тот палец лучшим всего является тестом для определения правильности консистенции теста у поваров всегда есть специальный палец когда они проявляют собственную еду у каждого слою вы знаете что повара всегда пальцем пробовать даже горячую еду потому что палец обжечь тяжело если ну сразу в рот допустим горячий соус парень уже серьезно говорю горячий палец соус потом сразу вот с пальца очень хорошо чувствуется вкус и совсем немного надо брать знаете в забаре нет ложек там у тебя раз пальцем я уж не тот палец показал опять вот это круто вот это очень круто для меня это вот серьезно сегодня абсолютное открытие я теперь буду говорить что я это придумал все повара жулики мы все тырем друг у друга вы говорим что это мы придумали за то самое главное хорошо что сейчас я еще скажу что я его до передачи научил так делать я так не умею делать я брал готовое тесто всегда подам можно кстати поэтому надо когда покажем до купают да вот например губа принес но это тесто для spring roll spring roll нам прокатывает да но она даже можно ли да она продается вот именно такой в нашу магазин да можно фило брать тоже в филом набрать да если есть фило это самый лучший я сколько же я раз врал в жизни когда я говорил людям что тесто для бастии самому сделать нельзя как выяснять не можно мне стыдно теперь конечно и моя рубашка сейчас покраснеет даже от стыда ну сейчас просто будут приблизительно сами первые посмотрим без масла да вообще поэтому тифану а тефлон что да да тефлоновая сковородка да вы батенька художник стараемся вы матис по моему это вы камнялик или я осваивал долго я теперь все время хочется делиться со зрителями освоенным языком слушай на блестящая идея никак не могу успокоиться потому что для нем стыдно почему я до этого не додумался тебя вырежем короче хорошо бы отправить сюда все без проблем я без проблем она должна очень быть горячим что вот это тесто это ведь тоже такой чуть пропечена это еще одна лента на барабан да просто вот власти так как она делается вот как мильфей то есть когда она внутри на же не запекается если толстая она будет очень подтягивается то есть она не будет мешать то есть когда кушай ну конечно да вот первый просто сейчас посмотрю если удастся и вытащить ну что удастся никуда не день конечно вот это ребята блеск я не могу сказать другое слово потому что дети нас смотрят вот но главное когда его вытаскивать потому что он быстро будет сумма улицам до до маслица ну да потому что она мгновенно будет высыхать вот и накрыть чем-то вот слушая сейчас чуть-чуть почистить а я знаешь как пеку тонкие блинчики ну для просто с мясом я наливаю тесто и через край сливаю лишнее ну да и тогда они всегда одинаково тонкие тоже получаешь мы еще один раз делаем мы больше не станем да 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 возьмем уже заранее приготовленное тесто не потому что чтобы не не занимать время наших зрителей пахнет хорошо пахнет шикарно просто отлично вот когда начинается она отходить сама туда и ставится на другой так как масло уже замазано она не будет уже и процесс продолжается то есть здесь поэтапность то есть когда курица уже готова же она отходит хорошо потушеная и отходим от мяса и снимаем ее до снимаем мясо пока на холодное сос доводим сейчас делаем как будто это и есть так сам бульон от рот на шаре надо чтобы его с яйцом потом помещаем вот еще можно это третий ингредиент это миндаль то есть вы как бы сказался начало что это просто ошпаривать снимается кожа потом жарится в масло и мы его должны измельчить измельчить сахарной пудры сахарной пудры правда вот именно какое соотношение миндаля и сахарной это уже каждому свою как он любит потому что потому что когда мы будем слоями делать мы все равно пудру посыпаем опять на каждый слой но один черт миндаля больше пудры меньше когда да 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 и со составляем его надо до густоты то есть немножко выпарить выпарить чуть-чуть а потом мы в него яйца разбиваем и мишу мы на этом на базе этого соуса сделаем яичную кашку да 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 именно на это это есть третий ингредиент ну когда курица холодная то есть мы должны ее потом выщипывать из костей и делать такой вот это уже готовая начинка то есть это уже начинка который на волокна да да рваная курица будет именно вот так то есть в сос мы не будем разговаривать да сейчас нам дадут венчик можем пока ложки к включаем при большой температуры чтобы быстро скромбуз мы должны выкипятить чуть-чуть чтобы жидкость нет если есть мы его через ситочкой вот да это она это она вот это то же самое получилось просто это остывшая нам будет сейчас удобно использовать ее на это маэстро показал сейчас пойдет сборка пирога да да верно у нас включена духовка ребята на 180 как мне приказал мастер 180 градусов конвекция но для того чтобы ведь всякие пироги лучше класть в горячую духовку уже вот тесто сейчас мы достаем предварительно сделано такие листы теста проложенные видите бумагой чтобы не клеится легче так чтобы не хранить их какое-то время хочешь про прослаивай бумагой чуть-чуть масла можем чтобы нижний слой загиб чтобы до о том что он завернуть сверху и закрыть пирог закрытый пирог да 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 ты пенит это закрыть фильме из бриллианта указали мне дать а там не закрытый перелом так что у нас не открытый пирог а закрытый наоборот 1 вот мне уже красиво слушай да а теперь уже можно просто по центру до закрыта вот только вот центр мы сюда будем яичная кашу нас крем был такой плотненький да ну и вы просто носить на нас и . до сбрасывать чтобы вот не было слишком она сколько будет слоя яйца я 3 только делаю всего 31 курица а так можно сколько можно вообще повыше такой пирог да там не который делает раньше как до 100 слоев делали раньше ну ну да сборка то уже идет сравнительно быстро потому что все продукты готовы я как сказал я просто же не хочу слишком сладкую делать то есть когда курица слой можно сахаром посыпать пудру потом опять сахар мы сегодня посыпем только миндальный слой да чтобы не было слишком она вот и теперь миндаль с сахарной пудрой но сахарной пудрой мы договорились посыпать дополнительно по миндалю здесь наверное из ингредиентов самый дорогой миндаль все таки скажу да это сто процентов сейчас многие зрители все равно начнут спрашивать чем можно заменить миндаль это уже всегда черной икрой это даже вкусно да серьезно замените черной икрой кому дорого миндаль я признаться не пробовал ничем заменять эту штуку я как-то собирал последние деньги сюда покупал все таки миндаль сейчас ее будем закрывать закрывать суши с яйцом да яйцо чтобы смазать сверху да а немножко подклеиваем да приклеиваем каждый последующий слой на яйцо а я слышу что ты не стараешься делать его круглым да вот такой немножко будет круга а будет круглый конечно надавишь на него то есть мы сейчас его еще и под под подожмем пальцами на но этот верхний он не страшно потому что самый главный чтобы нижний был самый прайм вот лайфхак ребята вам да мы противень поставим вот так тогда но не удобно будет поставить эту емкость с пирогом как подставку такой да ну ты сам только положи на нужную высоту уже не знаю на какую высоту лучше чуть даже не не на самый высокий уровень дали ниже среднего даже да и где-то 10 минут всего-то до главный сейчас просто вот тесто чтобы она подрумялись и погрязь на так чтобы внутри я думаю что если он был толще мы бы чуть дольше конечно да у нас сюда весьма тонкие области не получается да да у нас пирог готов вы не удивляйтесь мы тут накрыли сейчас стол для приготовления еще одного блюда для следующего выпуска да вот чтобы не терять времени а сейчас уже на бума достанет готовую бастию красавчик красавчик просто пирог а время должны знать что эта тарелка на которой сейчас лежит пирог приготовленный мастером будет у нас разыгрываться в качестве приза вы можете почитать об условиях уже в строке на в комментариях вот я извиняюсь сахарная пудра а вот теперь сахарная пудра хорошо что шоколадом не надо посыпать как тирамису почему вы не сейчас мне хочется запеть уже jingle bells рождественский пирог такой получается корица там кто как а полосочками дорожки такие из корицы пахнет новым годом так хорошо вот ему просто так надо есть или может быть салат какой-нибудь я не знаю не обычно кладется одна тарелка посередине все руками туда заходит это если хочу венки но мы нарежем ну да можно только в сегмент вырезать да 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 графе будет хорошо вот он какой хрустящие до тесто пропитанная маслицем дает хороший хруст ребята вы можете добавить себе в копилку вот такое аутентичное блюдо бастия марокканский пирог с курицей и сладким миндалем я узнал сегодня парочку секретов которые дальше буду выдавать за свои конечно как ты понимаешь извини меня конечно все уже украдено все стыдно мы же для того и делай с конечно секреты секретов и могли ими пользоваться уверен кто их придумал на самом деле совершенно неважно да если говоришь она согласна вы пользуетесь совершенно бесплатно делитесь ссылками на наш канал дарите их друг другу и тогда у вас получатся вот такие вещи кстати посмотри вот ты сегодня в одном моменте пользовался этим моим да я его не дарю потому что ножи нельзя давить еще конечно это опытный образец мы его сейчас дорабатываем я думаю что у тебя в руке он нормально сидел спасибо шеф спасибо что пришел мы тебя еще будем эксплуатировать без проблем с удовольствием а